Настя, здравствуй. Привет, Леш. Я рад тебя видеть. Взаимно. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я совладелец рыболовного магазина Клевая точка. Совладелец магазина в каком статусе? Я его директор. Скажи, пожалуйста, как долго ты работаешь в этой сфере? В сфере, наверное, рыболовных снастей я работаю уже восемь лет. Именно как совладелец магазина я в шесть лет, этой весной нашему магазину будет шесть лет. Целых шесть лет? Целых шесть лет. А он у вас всегда был на одном месте? Да, магазин всегда расположен был именно там, где он сейчас есть, это на Полюстровском проспекте. Просто из 20 метров он немножечко расширяется и расширяется. Сколько метров уже магазин? На данный момент 45. То есть он в два раза увеличился? Да, даже чуть больше. Скажи, а вот у вас магазин находится на Полюстровском рынке. Полюстровский рынок, по сути, это такая мекка рыболовная, там чего только не продают. Как вот это количество конкурентов влияет? Количество конкурентов, наверное, если я скажу, что не влияет, буду не права. Такое количество конкурентов заставляет тебе становиться лучше, давать людям более четкую, правильную информацию, продавать им лучшие товары, чем могут предложить твои конкуренты. А как вот так получилось, что ты решила заниматься бизнесом? Восемь лет назад, нет, не восемь, шесть, я работала в другом рыболовном магазине обычным продавцом, и эта работа, так бывает, что она себя уже изжила. Нужно было куда-то расти, развиваться, и Евгений, он на тот момент очень сильно хотел рыболовный магазин, предложил открыть магазин маленький, но уже свой. Ну и вы решили это сделать? Да, открывали магазин буквально вот из того, что было. Действительно, мы его слепили из того, что было, потому что что-то было уже в наличии у Евгения, и из этого мы вот делали маленький, но хороший магазин. Скажи, пожалуйста, какие были ваши первые шаги при открытии магазина? Ну, вы взяли все деньги, может быть, вы взяли кредит. Мы никогда не брали кредит, весь магазин, он существует сам по себе, то есть магазин работает полностью сам на себя. При возникновении свободных каких-то денег покупается более лучший товар, либо покупается он в большем количестве, чем был, и таким образом это позволяет расширяться и расти. Из 20 метров до 40. Какие планы расширения бизнеса? Планы, как всегда, наполеоновские, хочется дальше и больше. Хочется больше в плане площади, опять же, хочется больше в плане ассортимента. Очень много есть на рынке крутых предложений именно по снастям, по спиннингам, по удилищам, по фидерным удилищам, которые хочется представить у себя в магазине. Бывают ли моменты, когда ты теряешь веру в себя, в свой бизнес, в свои силы? Такие моменты бывают, наверное, как у любого человека, потому что я же живой человек-женщина. Это бывает только, наверное, от переработки усталости и какого-то обилия негатива именно на работе. Но потом ты просыпаешься утром и думаешь, что есть очень много хороших людей, которым ты нужен. Тебя сильно задевают негативные покупатели? Раньше было прям очень сильно, вплоть до дрожащей губы, накатывающихся слез. Сейчас становится уже проще. Все равно это все цепляет, потому что каждый считает, что он немножечко умнее, чем ты. Твой самый нелюбимый покупатель – это кто? Ну, как таковых их, наверное, нет. Они все любимые. Просто к вредным, особо вредным хочется найти свой подход. Некоторые просто видят женщину-продавца и приходят с той мыслью, что «Ага, ты же ничего не знаешь, но ты-то знаешь, что ты знаешь». Ну, хорошо. Тогда кто твой самый любимый покупатель? Самый любимый покупатель – это человек, который имеет вопрос или приходит просто на позитиве за какой-то определенной позицией, который всегда желает тебе доброго дня, потому что из таких мелочей складывается денег, когда тебе говорят «спасибо» или когда ты продаешь какую-то снасть, и человек с горящими глазами приходит к тебе обратно и говорит «Я вот такую рыбу поймал». Это очень круто. Показывают фотографии, наверное? Да, фотографии показывают очень много. Очень много их даже присылают на WhatsApp именно со словами благодарности, с нашими приманками, что «Ждите нас еще». А ты не публикуешь все эти фотографии? Иногда публикую, но всегда это делаю с разрешения. Ну, в большинстве случаев это такие фотографии, которые остаются у нас в архиве. Вот опять, наверное, вопрос про покупателей. Я знаю, что ты часто делаешь покупателям рекомендации, какие-то. Расскажи, как к этим рекомендациям люди относятся. Если человек приходит именно с вопросом «Помогите мне, посоветуйте» или «Расскажите, объясните, я новичок», как правило, такие люди, они твои советы слушают и воспринимают, потому что всегда начинаешь рассказывать грамотно от начала и до конца. Начиная от выбора удилища, спиннинга или обычной поплавковой удочки, заканчивая там размером крючков под какую-то определенную рыбу, насадку и все остальное. Скажи, пожалуйста, а какой средний возраст покупателей, при которой приходят в магазин? Наверное, средний возраст покупателей варьируется от 35 до 50, но это такой основной костяк, который формирует и большое количество постоянных покупателей, плюс те, кто заходит там редко. Есть моложе, есть старше, но средняя группа, наверное, вот такая. Расскажи, где вы берете товар, как выбираете то, что предлагаете рыболовам? Все свои товары мы закупаем у официальных представителей разных брендов, которые представлены у нас в магазине. Это, опять же, представители, которые у нас находятся в Санкт-Петербурге, в Москве, в Воронеже, в Самаре и в других городах России. Мы предлагаем своим покупателям только оригинальные товары. Отправляете ли вы товары в другие города? Часто ли заказывают доставку? Очень долго я избегала именно работы с другими городами, потому что мне было страшно, что человек получит товар и он не будет соответствовать его ожиданиям, даже несмотря на то, что он выбрал его сам. Потому что, ну, все-таки обратная связь существует и на нее всегда обращаешь внимание. Последние, наверное, года три мы достаточно активно работаем с регионами, отправляемые товары с ДЭКом. И очень много у нас сформировалось постоянных покупателей именно по России, благодаря отправкам. Настя, скажи, пожалуйста, а как шли дела в магазине во время пандемии, когда все мы должны были сидеть дома или работать удаленно? Наверное, пандемия это было такое самое тяжелое время именно для меня психологически, потому что я не понимала, как сохранить вот это вот все, что мы создавали с Евгением так много лет, не растерять людей, покупателей и всего остального. Но так сложилось, что именно благодаря интернет-ресурсам все наши покупатели, они там звонили, писали, приезжали к нам домой с той же наживкой. Мы это при возможности отправляли у себя, отдавали из дома. То есть у вас магазин, то есть вы работали удаленно? Да. Прямо из дома. Скажи, пожалуйста, вот у вас огромный ассортимент, да? Вообще, как ты в этом ассортименте разбираешься? Когда ты формируешь его сам, то ты даже разбудить тебя ночью, ты знаешь, где висит какая-то конкретная блесна определенного размера, определенного цвета. Понятно. Скажи, пожалуйста, а почему у вас нет своего сайта? Это вопрос, наверное, с ответом, что я все вещи, которые, все, что происходит в магазине, я контролирую сама. Это для меня очень важно, я человек повышенной, повышенной контролируемости. И не понимаю я совсем, как это сделать самой. И нет у меня, ни у меня, ни у Евгения, ни одного знакомого, который бы вот нам мог сделать понятный сайт и объяснить, как это работает, чтобы мы принимали непосредственное участие в жизни этого сайта. Хорошо, а тогда скажи, если у вас нет сайта, как тогда вас находят покупатели через интернет и как сделать заказ онлайн? Сделать заказ онлайн достаточно просто. У нас есть две страницы в социальных сетях. Это ВКонтакте и в запрещенном сейчас Инстаграме. И есть очень большой у нас магазин на Авито. Все заказы происходят непосредственно оттуда. Общаемся мы со всеми покупателями напрямую, либо я, либо Евгения. У нас тоже нет в этом вопросе помощников. И при необходимости консультации человек всегда может удаленно получить консультацию по той или иной позиции в нашем ассортименте. Спасибо за такой развернутый ответ. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты проводишь в магазине? Бывают ли у тебя выходные? Выходные у меня бывают, наверное, последние три года, потому что за шесть лет все-таки уже сформировалась такая постоянная физическая именно усталость. Магазин занимает, наверное, 80 процентов моей жизни. Я провожу там от, начиная полного рабочего дня, заканчивая тем, что я могу начать работать еще до того, как я пришла в магазин и закончить глубоко позже, после того, как он закрылся. А сложно ли вообще заниматься таким бизнесом, держать магазин, там надо оплачивать аренду, там разговаривать с покупателями, все время следить, что твой ассортимент надо пополнять его вовремя. Может быть, надо на какие-то выставки ездить, чтобы с новинками знакомиться вообще. Как вот все это дело успеваешь и насколько это сложно? Это достаточно сложно. Первое время, потом ты просто привыкаешь делать параллельно очень много дел. То есть параллельно ты можешь оплачивать заказы, параллельно ты можешь принимать онлайн заказы, параллельно ты учишься контролировать еще людей, которые у тебя находятся в магазине, оказывать им необходимую помощь. Все это как бы со временем, потихоньку, помаленьку учишься собирать все в единое целое. Так вот происходит у нас два раза в день. Так вы заботитесь о своем живце, да? Два раза в день сливаете воду? Два раза в день меняем воду, чтобы было комфортно, чтобы водичка была чистая, чтобы все у них было хорошо. Сколько здесь рыбы? Ну если в килограммах, наверное килограмм около тридцати, а если в штуках, это наверное в районе двух с половиной тысяч. Две с половиной тысячи плотвы, да? Да. И как быстро раскупают вот это все? Все зависит от погоды. Ну если погода хорошая. От сильных рыбаков, которые хотят идти на рыбалку или не хотят. То есть такой аквариум за месяц раскупят? Быстрее, быстрее. Быстрее? Так, а как вы это делаете? Ну то есть пришел, я купил живца, чтобы он живой был до конца, так сказать, моей поездки на рыбалку. Мы берем вот такие вот пакеты. Соответственно из аквариума набирается сюда вода, вылавливается необходимое количество рыбы. Дальше полон с кислородом, заправляем кислородом, запаковываем, заворачиваем и отдаем нашим дорогим покупателям. И долго они доезжают до рыбалки без проблем. В холодном месте живут сутки. Сутки? Да. В этом пакете с кислородом, да? Да. Абсолютно все хорошо. А ты можешь далеко уехать что-то? Ну за сутки да. Если без остановки. Понятно. Я правильно понял, что Евгений увлекается рыбалкой, а ты магазином? Да. Потому что у Жени чуть больше свободного времени, чем у меня, и он ездит и в длительные поездки. Это позволяет ему разлавливать все новые воблеры, все новые приманочки, которые я ему туда тщательно собираю. Ну и в общем-то ему это нравится, и может быть когда-нибудь у меня появится больше свободного времени, и я стану активным рыболовом. То есть Женя проверяет, хорошие приманки ваш магазин заказывает, чтобы продавать, да? Прежде чем продавать, чтобы с уверенностью сказать, вот эта приманка хорошая, да? Да, особенно у Жени это получается очень круто, когда он съездит на рыбалку. А плюс-минус мы здесь все примерно ловим в одних и тех же местах. И находятся покупатели, которые ловят там же, и на ту же рыбу целенаправленную. И вот у них там собирается свой клуб по интересам, они там обмениваются приманками, фотографиями. Скажи, пожалуйста, ты сама-то ходишь на рыбалку? Удивительно, но нет. Потому что я такой больше на рыбалках, если я нахожусь на рыбалке, я рыбак-зритель. Часто ли в магазин приходят женщины-рыбачки? Удивительно, но да, в последнее время очень много появляются и девочек, и женщин, и бабушек, которые увлекаются рыбалкой. Причем рыбалкой такой, начиная от обычной любительской поплавочки до какого-то крутого продвинутого спиннинга, хэви-фидера и вот таких вот прям модных крутых направлений. Есть опять же очень много тех же бабушек, которые ловят по старинке именно на обычную поплавочную удочку, на гусинку и крючок. Ну вот многие, наверное, мечтают иметь свой бизнес. Я не из тех людей, я хотел бы узнать, каково это вообще работать на себя? Работать на себя – это отсутствие начальника. Это самое сладкое, что есть в этом. На этом, наверное, плюсы закончились. Ну о минусах не будем спрашивать. Да нет, на самом деле плюсов очень много. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты никогда не делаешь это из-под палки. Ты приходишь на работу, понимая, что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ну раз мы начали говорить о том, что тебе нравится, расскажи, пожалуйста, что помимо рыболовного магазина чем ты еще увлекаешься? Последний год для меня был очень большим открытием театра. Это и обычные театральные постановки, и балет, и различные мюзиклы. Это помогает перезагрузить мозг очень быстро от работы. И плюс совершенно другая визуальная картинка, которая развивает насмотренность. Начинаешь смотреть, всматриваться в детали, в тонкости, в линии. Это помогает, кстати, наверное, и в работе тоже. Потому что когда у тебя замыливается глаз, ты перестаешь обращать внимание на мелочи. И это тебя возвращает, и ты начинаешь смотреть более четко на какие-то определенные мелочи именно работы. Спасибо. Тогда посоветуй мне какую-нибудь хорошую постановку. Я три раза подряд в декабре, два раза в январе был в театре. Ни один спектакль меня не зацепил. Может быть, ты мне что-нибудь посоветуешь? Наверное, вот прям что мне понравилось из последнего увиденного, это было БДТ, и это был спектакль «Слава». Такой достаточно глубокий, сильный, со смыслом. Про храбрость, про то, откуда изнутри идет человеческий подвиг. Про обратную сторону этого подвига. То есть можно сходить? Можно. Обязательно. Спасибо. Вопрос, который я не мог не задать, это вопрос про прикормки рыбачелла. Мне они очень нравились. Расскажи, пожалуйста, как пришла идея заниматься прикормками, и, в общем-то, почему так получилось, что вы перестали этим заниматься? Бизнес по изготовлению прикормок рыбачелла, он целиком и полностью был Евгением. Это было его большое детище. Очень много лет назад он занимался тем, что он возил из-за границы прикормки траппер. И постепенно пришел к тому, что захотел изготавливать свою прикормку, которая будет выполнена из качественных ингредиентов, которая будет составлять хорошую конкуренцию многим позициям, которые были уже на тот момент на рынке. Очень долго он этим занимался, но потом постепенно ушел от этого и пришел именно к бизнесу рыболовному. И теперь вот мы с ним совладельцы нашего замечательного магазина. Клевая точка. Настя, скажи, пожалуйста, а почему ты не нанимаешь продавца? Я все время вижу тебя за прилавком. Это, опять же, вопрос о сверхконтроле. Но в этом году я через себя перешагнула, и вот мы вроде как с марта месяца, с конца. У нас уже будет очень хороший продавец. Прикольно. А ты будешь в театре? Нет, я буду работать продавцом. Как сказали мне мои покупатели, которым я их предупредила о том, что у нас скоро будет новое лицо в магазине, мне сказали, Настя, кому нужен твой продавец? Все приходят сюда, к тебе. Какие хорошие покупатели. Хорошо, давай немножко о другом. Скажи, пожалуйста, вообще о чем ты мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы у нас был очень большой-большой рыболовный магазин. Очень много-очень много довольных покупателей. И в конце концов, чтобы этот бизнес немножко высвобождал свободного времени, и хочется очень попутешествовать по миру. Потому что мир у нас большой, прекрасный и неизведанный. Что было для тебя самым сложным в открытии магазина, ну и в дальнейшей работе в нем? Самое сложное при открытии магазина, это была вот эта вся бумажная волокита, налоговые кассы, квайринги, особенно когда ты в этом ничего не понимал на тот момент. А наше налоговое законодательство имеет очень много подводных камней, которые тебе приходится познавать на собственном опыте и обращаться там за консультациями к специалистам. Это было самое сложное, вот именно на этапе открытия магазина. По сравнению с этим сформировать классный ассортимент магазина, это вообще ни о чем. Это самое легкое. Настя, я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты пришла на это интервью, ответила на все интересующие меня вопросы. Вот, я буду с удовольствием приходить к тебе в магазин опять. Так что будь готова к этому. Вот, спасибо тебе огромное. В свою очередь я хотела бы поблагодарить тебя за то, что ты пригласил меня на это интервью. Это была достаточно интересная беседа. Я как будто вернулась на 6 лет назад и прожила все эти моменты, этапы магазина открытия заново. LCD нужно выучить, что это материал масла выученно это. Поэтому когда меня удовольствием как можно стараться.